Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас сегодня в гостях исследователь Священного Писания, аспирант Российского Государственного Гуманитарного Университета Сергей Николаевич Давидов. Здравствуйте, Сергей Николаевич! Здравствуйте! Мы открываем Священное Писание. Мы уже в ходе нескольких встреч перешли от Ветхого Завета к Новому Завету. И, в общем-то, здесь большинство с Нового Завета начинают вообще чтение Священного Писания. Мы читаем и сталкиваемся с ситуациями, которые как-то достаточно странно выглядят. Когда Иисус произносит какие-то слова, и в ответ на эти слова сразу же следует какая-то жесткая реакция. Там, вплоть до того, что его там пытаются побить камнями, там еще какие-то такие вещи. Вопрос такой. Неужели Иисус не знал, что его слова вот приведут к подобным эксцессам? Зачем это делать? Я бы сказал, что Иисус не просто знал, что это так будет. Он специально так делал. Может быть, это какое-то слово такое достаточно резкое, грубое, но можно сказать, что в какой-то степени Иисус провоцировал. То есть, был провокатором. И он специально вызывал ту реакцию, которая была у его публики. И таких примеров достаточно много мы встречаем в Евангелиях, но большая из них, часть, прям львиная доля, почти все сосредоточены в Евангелии от Иоанна. Вообще, это Евангелие можно назвать как бы таким Евангелием ломки мышления, стереотипов людей. То есть, когда Иисус, он приходит, он просто начинает каждым своим словом, каждым своим действием что-то ломать, вызывать какую-то реакцию у людей, ну, очень часто достаточно агрессивную. Революционер, в общем-то. В общем-то, да. То есть, Иисус это совсем не тихоня такой. То есть, он намеренно вызывал определенные конфликты с другими людьми. Но особенность в том, что Иисус понимал, зачем он это делает, он понимал, что он будет дальше делать с этим конфликтом. То есть, это не конфликт ради конфликта, а конфликт ради достижения определенных целей. Потому что многие вещи другие люди иначе бы не могли понять. Они бы их не услышали. Ну, то есть, до тех пор, пока их не вывели из привычного какого-то понимания, состояния, еще чего-то. Да. И можно вот увидеть такие примеры. Ну, вот два примера я хотел бы вспомнить из других Евангелий. Одно из Евангелий от Марка, одно из Евангелий от Луки. И посмотрите на то, как это в Евангелии от Иоанна прослеживается. Вот, например, когда мы открываем Евангелие от Марка, 12 главу, мы видим, что Иисус рассказывает притчу о винограднике. И он эту притчу говорит, получается, фарисеям, каким-то своим слушателям. И в этой притче рассказывает историю о том, как хозяин виноградника нанимает виноградарей. Те избивают служителей, которые к ним посылаются, и затем убивают сына, хозяина. И Иисус делает какой-то вывод, что сделает хозяин виноградника, придет и придаст смерти виноградарей, отдаст виноградник другим. Ну, вообще говоря, история какая-то, ну, на мой взгляд, такая очень странная вообще, нежизненная, нежитейная. Она нежизненная, и, в общем-то, если кто-то придет и расскажет вам эту историю, вы, скорее всего, скажете, ну, да, странная история, жалко как бы всех, ну, и все. Но из-за того, кому и когда и как эта история была рассказана, она вызвала такую реакцию, и старались схватить его. То есть, эти люди поняли, да, ибо поняли, что о них сказал притчу. Эти люди поняли, что Иисус хотел сказать. Это их, ну, взбесило, скажем так. И мы видим, что, в общем-то, это описывается уже близко к концу служения Иисуса. То есть, это был один из тех факторов, который побудил вот этих фарисеев, книжников, каких-то правителей уже готовить, ну, вот какие-то козни строить для того, чтобы схватить Иисуса и убить его. Дальше мы видим еще один пример в Евангелии от Луки. Ну, на самом деле, эти примеры, они в разных Евангелиях описаны, но просто здесь как-то более так ярко это показано. В четвертой главе, когда Иисус пришел в свой родной город, в Назарет, он проповедует в синагоге, и он рассказывает о том, что происходило в Израиле в древности, и интересные вещи он вспоминает. То есть, он говорит о том, что когда во дни пророка Ильи было заключено небо, было множество вдов, но ни к одной из них не был послан Илья только к вдове в Сарепту Сидонскую, иначе говоря, к язычнице. И дальше опять говорит, множество было прокаженных в Израиле при Елисеи, но ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. То есть, Иисус, ну, он мог говорить, в общем-то, о чем угодно, да, он специально выбирает очень болезненные темы. И он сказал всего несколько слов, которые означали, для Бога иногда язычники намного ценнее, и они могут быть ближе к Богу, чем израильтяне. И после этого, что происходит, и услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был их построен, чтобы свергнуть его. То есть, настолько была суровая вот эта вот жесткая реакция, да, что они хотели просто тут же его предать, что называется, народному суду. И ясное дело, что Иисус понимал, что... И никто не воспротивился среди народа, надо сказать. Ну, конечно, да. То есть, написано «все». То есть, он задел своей речью каждого. И вот он это делал для каких-то своих целей. То есть, ему нужно было именно зацепить людей, чтобы они проснулись. Он потом избегает все равно, да, вот этого преследования. Он остается жив. Ну, до какого-то момента избегает, но... До того времени, когда было нужно, да. Дальше Евангелие от Иоанна, начиная уже вот, ну, как бы со второй главы, и дальше очень много таких историй. Очищение храма. То есть, Иисус приходит в храм, и вот это само его действие, оно вызывает недоумение. Все собираются и... Ну, опять мягко говоря, недоумение. Ну, мягко, да. Ну, в данном случае его пока еще не хотят убить, но пытаются выяснить, кто тебе вообще дал право так поступать. То есть, почему ты это делаешь? Очень интересно, пятая глава Евангелия от Иоанна, когда Иисус исцеляет больного, лежащего у купальни. При вот этом исцелении Иисус дает этому человеку одно совершенно бесполезное указание. То есть, Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Зачем брать постель? То есть, в общем-то, никакого смысла какого-то рационального в этом нет. То есть, можно было сказать, встань и иди. Все, человек встал, он здоров, он идет. И ни у кого никаких претензий. Никто бы не заметил. Но он специально говорит, возьми постель твою, вот эту вот грязную постелку, которая, в общем-то, тебе не нужна. Ты можешь ее взять только для того, чтобы отнести и выкинуть куда-то. То есть, зачем? И он это делает просто для того, чтобы людей спровоцировать. Потому что нужно было, чтобы он сейчас нарушил субботу, чтобы, ну, нарушил субботу с точки зрения, да, вот тех традиций, которые тогда были. Чтобы на это обратили внимание, чтобы появился конфликт, чтобы об этом стали говорить. Интересно, что Иисусу было мало этой реакции. В девятой главе он повторяет почти то же самое, только гораздо более сурово. Когда он уже пытается вообще весь город на уши поставить, исцеляя слепорожденного. То есть, он подходит к этому человеку. Дальше что он делает? Он плюет. Это уже неправильно. Этого нельзя было делать в субботу. Он из... Потому что, ну да, там какие-то вот были представления. Плевать на землю нельзя, потому что это как бы творческий какой-то акт. Потому что это жидкость, которая может привести. Ну, в общем, там какие-то сложности. Дальше он берет, он лепит что-то. То есть, это уже совсем дело из-за рамки какие-то выходит. Он мажет. Тут еще, по сути, вообще он лепит из вот этой вот грязи. Тут даже есть какая-то претензия на то, что... На то, что он творец. Да, на то, что Бог нас сотворил, в общем-то, из праха земного. Конечно, да. Это прямая отсылка к этому. Он мажет ему глаза. И дальше он ему говорит, пойди умойся в купальне Силам. Ну, вот исследователи, которые знают, как было устроено Иерусалим, они говорят, что купальня Силам по отношению к тому месту, где он находится, это на другой стороне города. То есть, он заставляет слепого человека пройти через весь город, чтобы умыться и вернуться назад. Кто заметит, что человек слепой, с какими-то там вот этими лепешками на глазах, проходит через весь город? Все заметят. То есть, я думаю, что когда он возвращался, уже вокруг него собрался, собственно, весь город. Ну, и вообще, зачем он идет? То есть, тут слепой в субботу чего-то? Можно было просто сказать, прозрей. И достаточно. Но нет, Иисус специально делает целую кучу действий, как бы сам нарушая субботу с точки зрения этих традиций, заставляя этого человека нарушить субботу. С одной простой целью – вызвать общественный резонанс. Он, как бы, провоцирует все общество на то, чтобы началось вот это разбирательство. И дальше весь остаток главы, он посвящен тому, что вызывают родителей, там, собирают большое собрание, допрос устраивают и так далее. Кто это сделал? И что, и как. И это все приводит к определенным выводам очень важным, когда этот человек, во-первых, он поверил, да, и, во-вторых, вывод, касающийся фарисеев, которые, услышав это все, говорят, неужели мы слепы? Иисус им сказал, если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Вот весь этот перформанс, он был очень важен для того, чтобы дать этим людям возможность самим взглянуть на себя и оценить, что они являются, являются ли они слепыми, зрячими и готовы ли они видеть. Вот чуть-чуть, если вернуться. Ну, то есть, действительно, здесь же вопрос-то такой, кто этот человек, который исцелил? Он это сделал в субботу. Это противоречит всем традициям на тот момент. Да, конечно. И вроде бы он грешник, но, с другой стороны, то, что он сделал, да, но именно об этом, собственно, и говорит. Не может сделать не просто грешник, а вообще человек не может сделать. Конечно, конечно. То есть, и получается, и как вообще мне к этому относиться? Конечно. И если бы Иисус просто исцелил этого человека, то не было бы вот этого резонанса, не было бы этого обсуждения. Выбора не было бы ничего. Потому что эти истории, они показывают для Иисуса не проблема и не главное исцеление. Исцеление — это средство. Иисус, мы видим, допустим, в Евангелии от Иоанна, всего несколько исцелений, и они практически все происходят в субботу. Ну, то есть, почему это происходит? Потому что нужно было вот это заставить людей говорить, заставить людей обсуждать это. Иисус своими словами тоже очень много... Не задуматься, но, наверное, нужно было. Ну, естественно, да. Иисус своими словами очень много вызывает гнева, протеста. Но, допустим, вот в пятой главе, после вот этой истории с исцелением расслабленного у купальни Вефезды, его стали гнать, Иисуса искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Казалось бы, после этого Иисусу надо, ну, там, как-то поскромнее себя вести или скрыться. Вместо этого он приходит и говорит им, «Отец мой доныне делает, и я делаю». То есть он уже спровоцировал людей, его уже хотят убить, он еще больше их провоцирует. Написано, и еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. То есть Иисус, он максимально пытался вызвать этот общественный резонанс, заставить людей переосмыслять вообще все, что они понимают, знают. И дальше мы видим и в восьмой главе очень важные слова, когда Иисус говорит вот это вот известное «я есмь», по сути дела, говоря о том, что он есть Бог, и опять-таки вызывая такую реакцию, что его хотят побить камнями. В десятой главе Иисус тоже говорит о своих отношениях с отцом «я и отец одно». Опять у иудеев вот эта реакция. И последняя серьезная провокация в Евангелии от Иоанна – это воскрешение Лазаря. Иисус тоже, понимаете, он специально это делает. Провокация в том смысле, какую реакцию это вызвало. То есть, понимаете, он мог… Искали уже убить не только Иисуса, но и у Лазаря тоже заодно. Вот именно, да. И потому что говорили, что раз он делает такие дела, то что? Ну, надо найти на нем, он и Мессия. Нет, надо его убить, потому что он ведет за собой весь народ. Иисус ждет три дня, он специально не идет, чтобы совершилась вот эта вещь, чтобы Лазарь уже, собственно говоря, умер. И чтобы совершить вот это чудо, и в том числе для того, чтобы людей заставить переосмыслять очень многие вещи. И важный еще момент, что после того, как Иисус заканчивает вот эти свои деяния, мы видим, как одна из его учениц, она повторяет то, что он сделал. В 12 главе мы видим, как Мария омывает ноги Иисусу, что тоже становится определенного рода таким провоцирующим фактором, когда у людей возникают вот эти вот возмущения, переживания. И именно после этого Иуда решает окончательно предать Иисуса. То есть, это спровоцировало Иуду, можно сказать, принять окончательное решение. И эти все вещи, на мой взгляд, они показывают, что не нужно бояться конфликтов, не нужно бояться того, чтобы говорить какие-то важные вещи, даже если они резкие. И если у людей начинает меняться мышление, начинают возникать какие-то вопросы, даже если это, может быть, проходит через какую-то агрессию, это нормально, это правильно, потому что только через какие-то болезненные изменения Бог может донести важные истины до человека. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, то, что происходит вокруг нас, не всегда сочетается с нашим представлением о мире, представлением о Боге, с нашими традициями. Но иногда Бог допускает это для того, чтобы сделать нам встряску, чтобы мы могли задуматься на самом деле о вечном, о том, что же на самом деле добро, а что таковым не является в нашей жизни. Ждем новой встречи с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok